Сегодня Людмиле Ивановне 74. Она служит детям и инвалидам, помогает в служении и кормлении голодных. Люди ее возраста обычно не такие активные и не так проводят свои немолодые годы. На вопрос, зачем она это делает, она отвечает. Богу я благодарю за то, что мои дети служат все Богу, вся наша семья служит Богу. И самое главное, я самая счастливая бабушка. Сегодня немногие смогут сказать такое в ответ. Для нее нет плохой погоды. Она и сегодня бежит туда, где она получает тот заряд энергии, чтобы быть счастлива и делиться этим счастьем с другими. Женское служение, которое прошло в минувшую субботу в церкви Двери в небо, посвященное Рождеству Христову, наполнило в очередной раз сердце Людмилы Ивановны. И не только ее. Я просто чувствую, что я становлюсь нежнее, добрее просто. Наполняюсь любовью. Хотя дома вроде молюсь и прошу Господа, чтобы он еще больше наполнял, но здесь я просто ощущаю, ощущаю Божье присутствие Духа Святого. Чтобы мы не костенели в грехах своих, а чтобы мы менялись, чтобы мы были свет этому миру. И чтобы тот Бог, который в нас, он действительно сиял. Роль женского служения в жизни христианок и с чем можно сравнить посещение подобного собрания, рассказывает одна из служителей церкви. Женское служение — это что-то особенное. Это нежное прикосновение любящего Отца. Это нежное прикосновение Духа Святого. Это правильные корректировки. И такие они нежные. Они не рубят, они не ранят. Они действительно вот нежно. Ну особенный Бог здесь, потому что здесь особенные женщины, потому что здесь особенный народ Божий. Самое главное, что мы знаем, кто начало этому служению. Это женщина особенная. Потому что она любит так, как любит Бог. Мы учимся у Бога и мы учимся любить у нее. Кто эта особенная женщина, о ком говорят в интервью и даже во время самого служения? Это старший пастор церкви Ирина Коновалова. Около 15 лет назад она решила помогать и ободрять женщин в церкви через библейское учение, чтобы эти женщины становились лучшими женами, матерями и какими они только могут быть. После каждого служения женского становишься как-то, придя домой, мягче. Здесь получаешь то слово, которое ты нигде не получишь. Даже читая Библию просто сам по себе, а здесь вот как-то доходчивее это все. И я просто благодарю Бога за то, что меня, дикую маслину, Господь привил к этой его благородной ветви. Благодарю Бога за это служение, что мы можем собираться здесь, делиться с друг другом какими-то секретами. Мне очень понравилось. Так как я еще не замужем, то мне на будущее, конечно, я для себя очень много приняла и извлекла много. Здесь дом, где всегда тепло, как бы на острове, в таком вот необыкновенном острове, где всегда греет солнце, где тебя ждут, и ты себя всегда чувствуешь на волне. Волну Божьей благословения и вообще, знаете, как настроить радиоволну, волну общения с Господом. Примеры тех, которые говорят здесь и о чем говорят, то есть ты понимаешь, получаешь эти ответы. Но те люди, которые уже что-то там прошли, и они начинают делиться. Участниками и спикерами женского служения на этот раз были пасторы дочерних церквей «Дверь в небо». Кто говорил о любви, кто говорил о прощении, кто поздравлял с наступающим Рождеством. Ну а кто-то делился тем, как приобретать своих мужей без слов. И на следующий день мы поинтересовались у мужей, какими вернулись их жены после женского служения. Радостная, веселая, довольная. То, что вчера было трудно для нее, сегодня легко. Хочется все перевернуть, весь мир, все бросить к ней. Реально чувствуешь себя мужчиной, чувствуешь вот эту Божью любовь, которую наполняет. И хочется петь и кричать, и славить Господа. Сегодня Людмила Ивановна продолжает славить своего Бога, служить Ему, потому что она знает, что истинное счастье дает только Он, чье рождение произошло 2000 лет назад. Я всегда говорила, что Бог особенно смотрит на женщину. И то, как Бог сотворил женщину, отобразив в ней всю свою любовь, это говорит о том, что женщины особый сосуд в Боге, для Бога и с Господа. Я теперь по-настоящему понимаю этот праздник, я по-настоящему радуюсь в этот праздник. И то, что Иисус был рожден для меня, я теперь в этом утверждена, укреплена. И слава моему Господу. Специально для христианских новостей. Анна Блоха, Игорь Цуркан, Днепропетровск, Украина.